В музее истории Казанского Федерального Университета состоялось торжественное вручение дипломов ученых степеней, кандидата и доктора наук. Открывал церемонию исполняющий обязанности ректора Казанского Федерального Университета Дмитрий Таюрский. Он поздравил присутствующих со столь важным в их жизни событием и поблагодарил за вклад в развитие университета. Должен сразу сказать, что пройти через ситок диссертационного совета Казанского Федерального Университета не так просто. Вы, наверное, о себе это ощутили. Но обычно мы в этом случае говорим, что если уж прошли, то это надежно. Я, Федер Шейх, хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Путь к докторской степени начинается в высшем учебном заведении, когда студент выбирает интересную для него область науки, подготавливает качественный диплом. После успешной защиты перед человеком встает вопрос, готов ли он к серьезной научной деятельности. Если ответ положительный, то значит пора идти в аспирантуру и работать над получением степени кандидата наук. Затем можно браться и за докторскую. Тема моей диссертации называется «Уголовно правоохрана общественных отношений связанных с робототехникой». Это первая диссертация в Российской Федерации, где загладываются основные концепты регуляторики и охраны отношений, связанных с роботом. Когда робот является предметом преступления, робот является средством совершения преступления. Это перспективная технология. Робототехника перспективная, именно сквозная технология. Ее надо изучать, ее надо регулировать и, несомненно, эти отношения, которые связаны с робототехникой, при том управляемые автономно, охранять. Благодарю Казанский федеральный университет за знания, которые я получила, за вручение диплома. Долго к этому шла и сегодня получила диплом и очень счастлива. Дмитрий Таюрский подчеркнул, что в Казанском университете были созданы собственные диссертационные советы, которые возобновят свою работу с 1 сентября уже в новом составе. Напомним, что организация прекратила свое существование 30 июня 2022 года. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.